Кустанайскую область с рабочим визитом посетил вице-министр энергетики Казахстана. Жандос Нурмагамбетов ознакомился с работой Руднинской ТЭЦ, встретился с жителями Кустанайской области. Он ответил на все вопросы, которые волнуют население региона. Подробности в следующем сюжете. Первым делом Жандос Нурмагамбетов посетил ТЭЦ города Кустанай. Физический износ оборудования на станции в Кустанай составляет 64%. В 2023 году здесь планируют провести ремонт. В областном Акимате уже подготовили заявку для выделения средств из республиканского бюджета на ремонт теплосетей в Кустанайе и модернизацию системы теплоснабжения в Аркалыке. 9 проектов, прошедших экспертизу, на сумму 4,8 миллиарда. 4,8 миллиарда из них в 2023 году за счет бюджетного финансирования реализуются 4 инвестпроекции. Реализуются миссиональные бюджетные заявки. Далее вице-министр ознакомился с работой Руднинской ТЭЦ. В течение трех недель здесь произошло уже третий повреждения тепловых сетей в одном и том же районе. Сейчас работа на этом участке идет полным ходом в круглосуточном режиме. Все, что запланировано, выполняется строго по графику. На сегодняшний день в ТЭЦ работают 790 человек. Но, по словам специалистов, ощущается нехватка кадров. Запас угля 8,5 тысячи тонн, чтобы обеспечить работу станции на 30 на сутки. Активный запас у нас 20 суток. Поэтому, по поставкам угля у нас вообще проблемы никогда не есть. Значит, у вас есть в любом уровне. Позже вице-министр провел встречу с населением Кустанайской области. Многих присутствующих в зале волновал вопрос исключения посредников из цепочки поставок электроэнергии. Жан-Достур Магомбетов отметил, что сейчас в министерстве предложили централизованно покупать электроэнергию без участия посредников. Однако, будут придерживаться приоритетов в выборе поставщиков. В приоритете будет тот, кто предложит более низкую цену. Как мы решаем эту проблему? Мы предлагаем модель агрегированного спроса поменять модель. То есть мы сначала соберем со всего Казахстана заявки, соберем эту заявку и централизованно, без посредников, без никого, купим всю электроэнергию в приоритетном порядке. В первую очередь, это ТЭЦы, которые вынуждены работать зимой, и, соответственно, производство процесса не останавливает, что эту электроэнергию надо купить. Во втором порядке пойдут те, кто предложит ниже цены. Тем самым, получится так, что мы нужды 4,5 миллиарда киловатт, которые Кустанской области нужно, для Кустанайского дорогоцентра обеспечим. Удовлетворим их заявку, и это будет средняя цена, там будет пропорция, там будет и дешёвая электроэнергия, и электроэнергия Кустанайской станции, и электроэнергия всех других станций в пропорции. То есть все регионы хотим привезти к одному. После личного приёма граждан вице-министр отправился отвечать на вопросы журналистов, которых, к слову, было немало. Основной – перспективы развития энергетической инфраструктуры в регионе. По словам Жандоса Нурмагомбетова, на сегодняшний день в Кустанайской области ситуация в этом направлении стабильная. По Кустанайской области надо признать, что достаточно стабильная ситуация. Если не считать трудную аркалык, два кейса, которые сказали, в целом предприятие работает хорошо, без сбоев. Но первая причина – это всё-таки станции газовые, то есть в городе Кустанай. То есть это гораздо надёжнее работает газовая станция, нежели угольная. По уродному ИРЖ и ССГПО тоже программа модернизации ведёт. Реконструкция котлов, закуплено оборудование, привезли новые котлы. И коллектив работает над тем, чтобы обеспечить надёжно эту станцию. Из больших проектов инфраструктурных по энергетике можно сказать, что подстанцию Батыс по заказу Акимата построена большая подстанция 220 кВт. Она для промзоны, для жителей того региона даёт надёжность, переподключение будут. В 2023 году в области планируется завершить строительство подстанции Батыс. Она расположена так, чтобы питать на территории индустриальной зоны заводы по производству сельхозтехники автокомпонентов. Возможности Батыс обеспечат энергией жилой сектор микрорайона Юбилейный Арман-Береке. Главная цель – разгрузить уже существующие подстанции, питающие Костанай.